Самсунг не удержать. Ещё больше флагманов в следующем году. Новая компьютерная зараза. Похититель банковских данных градит Европе. Ховерборды опасны для жизни. Амазон убирает из магазинов пожароопасные доски на колёсах. Здравствуйте! В эфире телеканала 24KZ новый выпуск проекта ProNet. Неизменно увлекательно о гаджетах, технологиях и концептах. Сегодня начнём с новых топовых телефонов из Кореи. У Самсунг будет целая флотилия флагманов. Так уж сложилось, что в последнее время южнокорейская корпорация ежегодно увеличивала количество топовых смартфонов, презентуемых за год. И, кажется, следующие 365 дней не будут исключением. Самсунг начала с одного флагмана за год. Это был Самсунг Galaxy S в 2010-м. Второе поколение серии S сопровождал уже Самсунг Galaxy Note. К 2015 году компания вышла на число 4. Просто S6, S6+, а ещё Edge и Note. Однако, по слухам, что поведал публике на своей странице известный своими инсайдерскими сливами Evan Blass, в следующем году будет целых 5 топовых смартфонов от Самсунг. Правда, мистер Blass не упомянул, откуда такая информация, и тем более сейчас сложно судить о её достоверности. Новая компьютерная зараза поражает тысячи ПК. В средневековье Европа страдала от эпидемий чумы и холеры. В начале прошлого века жителей Старого Света косила испанка. О веке 21-м вирусы поражают самое ценное, что есть у людей – их компьютеры. Новый банковский троян нарекли Drydex. Об этой напасти сообщила миру антивирусная компания ESET. Также упоминается, что новичок среди зловредов схож с нашумевшим некогда банковским трояном Zeus. Вирус нацелен на похищение конфиденциальной информации. Распространяется он через макросы в файлах Microsoft Word и Excel, которые обычно рассылаются в приложении к фишинговым сообщениям, электронной почты, адресованным частным и корпоративным пользователям. Однако более совершенен, нежели предок. Он сделает зараженный компьютер частью ботнета, которую контролируют хакеры. В целях – получение аутентификационных данных онлайн-банкинга. Из-за этого можно просто остаться без денег на банковских счетах. Впрочем, опасности они не только в софте, но и в железе, а заодно в пластике и микросхемах. Тех, что являются частью модных нынче средств передвижения. Компания Amazon убрала из своего онлайн-магазина некоторые модели ховербордов. Это небольшие самоуравновешивающиеся доски на двух колесах, что-то вроде мини-сегвеев. Выяснилось, что некоторые модели этих устройств весьма пожароопасны. А причиной тому – экономия компаний-производителей. Оказывается, не все тестируют свои изделия. Кстати, в черный список моделей, подлежащих удалению из магазинов Amazon, попали даже ховерборды известных брендов – Swagway и Funky Duck. За последние несколько недель в США было зафиксировано более десятка случаев возгорания ховербордов. Соответствующая комиссия начала расследование. Пока же от ховербордов очищают страницы сайтов магазинов, а также запрещают провозить эти транспортные средства в самолетах. Иногда неплохо изменить выражение лица и заставить собеседника улыбнуться. А порой можно вообще поменять лицо и спровоцировать бурое веселье. Конечно, безумных телефонов при этом не обойтись. Все эти стали популярными ролики, в которых людям меняют лица. Все это возможно благодаря приложению FaceSwap Live, вышедшему для iOS. Особенность этого апплета в том, что можно поменяться лицами тем, кто находится в кадре. Можно подставить чье-то лицо одному человеку в видоискателе. Но главное, все это происходит в реальном времени. И если требуется, ну конечно требуется, все это записывается. Само собой, юмористы из сети не применули поизгаляться над ведущими теленовостей и над известными политиками. Смотрите выпусках проекта ProNet, подписывайтесь на наши страницы в Facebook и Twitter. И до встречи в эфире и онлайн. Редактор субтитров А.Семкин